Девушки отдыхают Дорогие друзья, здравствуйте еще раз. С вами Михаил Мерчук и мы комментируем ввод от первого лица в режиме реального времени. Сейчас будет сражение фокуса против Люцифера. 5, 4, 3, 2, 1. Если вы не смотрели первую игру, посмотрите, там вводное слово по поводу турнира PGL08 Season 3. Итак, первая игра была от лица ксяути против фокуса. И сейчас следующим противником фокуса становится Люцифер. Карта новая, честно говоря, я ее вижу впервые, как, собственно, первый раз вижу эту игру, потому что комментируем мы ее в реальном времени. Сразу видим, что андет идет в пауков. Кстати, игроки сами, в принципе, не очень хорошо знают эти карты. У нас была возможность посмотреть, как готовились ребята. Ну, то есть, непосредственно перед игрой, как они ознакомливались с картой, смотрели, какие крипы на карте, что из чего выпадает. То есть, вот сейчас мы видим, это тоже выдает то, что алтарь выбирал, куда ставить. То есть, нет еще мест определенных, куда ставить строение. Так, секура отсюда. То есть, примеряется, примеряется. На стандартных картах, на которых было сыграно там сотни, тысячи игр, там уже ты появляешься на респауне, например, там на одном. Ты знаешь, что здесь делается так-то, 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 в зависимости от рельефа. Лес здесь ты добываешь тут, потому что здесь ближе, там здесь ты так застраиваешься, здесь пробежать нельзя. Вот, а на новых картах приходится, конечно, примеряться, приходится. А неудобный, конечно, мэчап, очень неудобный. Мы ожидали, что противником фокуса будет эльф. Вот, но, возможно, нет возможности выбирать следующего противника, так как на системе НГЛ сделано. Так или иначе, противником фокуса становится Люцифер. Один из самых сильных игроков за нежить в мире. Заказывает он первого паука, заказывает первого героя, две гульки, очень грамотно их направляет на лес, в точку сбора, раскликивается. Орк пришел на разведку. Здравствуйте, пожалуйста. Откуда пришел, непонятно. Мы смотрим, конечно же, вот от первого лица, то есть наблюдаем все те самые действия, которые игрок совершает. То есть как он кликает, что выбирает, какие способности, как контролит свои войска. И так, первая точка, два тролля, волк, паучок привычно выманивает. Ну, это можно делать практически на всех картах. Выманивает, начинает стрелять. Ну, у монстров есть скрипт, они убегают, вот. И благодаря этому паучок тут постреливает по ним в то время, как они бегают. Бесцельно, можно сказать. Ну, и, конечно же, чем-то время занимается, пока не вышел герой. А вот герой вышел, сразу купил скелетиков, сразу вызвал пару скелетов из кладбища. И начинает крепиться. Точнее, продолжает дело, значит, могильщиком, пауком. Так, тут нарезает круги волчок. Из него, кстати, скорее всего, девайс выпадает. Он центральный монстр, это логичнее, чтобы из него выпадал девайс. Да, книжечка, ну, книжечка так себе девайс. Книжечка не очень полезная, ловкости и... Так, ненавязчивая опять реклама Адидаса. Адидас, Адидаса. Более серьезные волчки, да. Тут разведочка еще ходит. Грамотная разведка, надо сказать, что Орг представляет себе маршрут. Нет, понятное дело, что ребята на этой карте все-таки играли. Вопрос... Как много успели наиграть? То есть Орг понимает, куда пойдет Адидас, скорее всего. Адидас выбирает другую точку, учитывая то, что та довольно жирная, плюс его там спалили. Вот, начинает с большого... Скелетика, из него выпадает реклама Intel, кошмар, стил сериас, как много брендов. Второй левел получил Адид, это очень ключевой такой момент, потому что есть аура, появилась мобильность, теперь можно уже... Да, и посражаться, в принципе, с Оргом можно, не то, что крепится, поувереннее. Видим, что Орг, использовав то, что Андетт отошел от этой точки, сам закрепил центрального большого волка. Подозреваю, что из него выпадает хороший девайс. Так, Андетт добивает последних, смотрит, тут паучки какие-то есть. Ну, у пауков там несколько способностей, скорее всего, большой паук с ядом, плюс еще, возможно, у них есть, типа, брудлингов способность, после убийства паучка из него выпадает еще два маленьких паучка. Как у Гидры, как у... как у пауков. Вот. Блэйдмастер. Поразительно, что Андетт не делал разведку вообще, то есть он до сих пор точно не знает, где находится противник. Противник находится рядом сейчас. Вот он просветочку потратил Андетт, для того, чтобы увидеть виндвоки. Блэйдмастера задача сейчас добить этого большого паука. Затянуть криппинг Андетта. Неужели Андетт сдаст этого паука врагу? Может, Кайлом все-таки попробуешь? Кайлом добил. Девайс попробовал взять, но, увы, чуть-чуть не получилось. Зря затормозил раньше времени. Мог успеть. У Блэйдмастера хорошие девайсы, прокликивает его лицфер не зря. То есть там ботиночки, серклетки, еще Mantis of Intelligence. Хороший девайс. Такой уже закупленный основательно. Явно в магазине побывал БМ. Идет снег. Красивая карта. Четыре Гранта. Точка. Довольно серьезная, кстати, точка. Неужели Орк собирался ее прокрепить? Енотика, я вижу. Качество, конечно, видео не очень высокое, но довольно неплохо. Грейд на Тайер-2 сделался. Достраивает третью гульку. Это сигнал, что будет Тайер-3. Не будет масс пауков на Тайер-2. Есть такой вариант. До Грейда вам необходимо всего две гули. А эти две гули спокойно, если их не отвлекать от своего занятия, добычи лесом. Они вам насобирают и на Грейд, и на второго героя, и на Слотерхаус даже насобирают. Скорее всего, сейчас именно бойня и пойдет. 154 и 164 леса есть. Так, тут ворота еще. Интересно. Вторым героем Лич. Это, в принципе, такой довольно традиционный выбор. Просветочка и... О, это какой-то лагерь наемников странный. И тролли в центре. Довольно серьезные. Покупают тролля. Видимо, это уже заточенная штука. То есть он знает, кого брать. И выпадает отличный девайс. Девайс это пятого левела. О, Ильич застрял. Ай, какая досада. Какая досада. Приходится лавку продавать. Ну вот о чем мы говорили в самом начале. Попытался койлом зафигачить, простите, кинуть в тролля, но он оказался не нежить, увы. Вот о чем мы говорили в самом начале. Нет шаблонов постройки. Все-таки игроки, конечно, они молодцы. Они подходят творчески к игре. Вот. Но вот это снова ошибка. Не там ты лавку строишь, друг. Если вдруг умрет герой, снова будет неправильно, то... Там можно с точки сбора, конечно, пофантазировать. Правильно поставить. Но это определенный риск. В общем, не так он поставил здание. Запер он себя алтарем и зекуратом. Это ошибка. Ошибка, но надо винить то, что не отработано... Ну, конечно, это ошибка игрока. Но можно скинуть... Делать скидку на то, что карты неизвестны. Ой, купил... Попытался там купить какого-то мега сильного... Да, вот такого товарища с Близзардом. У него Близзард в качестве скилла. Ох, какие тут монстры. Ну, это новый бестиарий. Как сказали бы ADD-шники. Близзард у Андеда. Боже мой, что происходит? Это очень классно. Очень классно. Потому что... Ну, потому что там милишные все. И новый с Близзардом, это как бы... Такого нигде не было, но... Я уже вижу перспективы этой связки. То есть юниты замедляются, сверху кидается Близзард. На него приходится кидать там сетку, но юниты все равно попадают. Его убийца... Так, и тут ты зекурат еще строишь. Два бестиария заказывает... Заказал уже давно-давно Андед. Только вот второй я не вижу где. Он был вроде справа. Или он просто другое место выбрал. Лича мы лечим. Разведку делаем скелетиками. И, ну, судя по всему, это будет выход дестройеров. Не фаст, не масс, а просто такой схромненький выход дестройеров. Судя по точке сбора, которая ставится на алтаре, хочет Андед взять третьего героя. Причем я лично сомневаюсь. Ну, потому что... Кого брать в таком случае? Криптлорда, если только. Либо дредлорда со слипом. В принципе, да, есть варианты. А может он просто для себя определяет точку сбора правильную, чтобы не ошибиться в следующий раз. Ну, посмотрим. Игра покажет. Пока криппингом занимается Андед. В то время как орк к нему пришел героем на мейн. И начинает угрожать лесодобыча, убивая гулей. Талисман оф эвейджен. Выпадает ДК. Девайс. Ну, в принципе, ниже среднего. Можно даже сказать ни о чем. Причем, если бы не было угрозы потерять героя путем окружения и все-таки дополнительная вероятность промаха Миса, она помогает спасти героя. 15% вероятность то, что удар милишный он промажет. Даже не милишный, любой удар. Лавка у орка здесь. Учитывая то, что главный герой орды находился, как вы помните, вот он уже здесь. Шустрый какой, а? Возможно, у него персональный телепорт есть на самом деле. Так, тут у нас... Да, третий герой идет Джук. Ну, ё-моё, и тележка у тебя застряла. Люцифер, ну, мы же записываем вот от твоего лица. Не расстраивай. А вы... вы... выехал. Ух, слава богу. Пронесло. Ну, просто обидно будет, если он проиграет. Ему, конечно, будет очень сложно выиграть, чисто по расовым предрасположенностям. Я не расист, но, как бы, статистика говорит, что у орков больше шансов победить Undead. Вполне вероятно, что у орка где-то уже строится. Экспанд. И Undead сейчас нужно уже переходить в более такую агрессивную стадию игры. С появлением первых дестройеров он должен уже... Опа, хвост у нас. У нас хвост, друзья. Сразу-то койл, новая, просто армор. Да. Едем дальше. Передвигаемся. Конечно, неприятно ходить, когда за тобой следит, по пятам следует Блэйдмастер. То есть ты, в принципе... Вот она нычка, кажется, если это не мейн. Да, это на хайре нычка, очень похоже, что это нычка. Питлорд в качестве третьего героя отменил своего Криптлорда и заказал Питлорда. Похожи они. Криптлорд, Питлорд, все лорды. Для того, чтобы был дождь, огненный и в сочетании с Близзардом. Интересно, как это получится. Тут просто очень много контроля получается. Я даже опасаюсь. Получается фактически четыре героя. То есть Койл, Нова, Близзард, Огонь. Ну и плюс еще юнитов. Вроде как надо контролить, тележки контролить, дестройеров делать. Сложно-сложно. Хотя вот здесь можно выгодную позицию занять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Успей пробежать, леча сразу же. Ох, Семен Семеныч. Люцифер расстраивает. Почему? Потому что не успел пробежать. И ситуацию... Хотя вот сейчас уже все получше. Посмотрите, как в узком проходе. Толпятся просто орочи воины. Вот пока дестройера опускают. Нужно сюда и в... Дождь, и Близзард. И огненный, и ледяной дождь. Вот пошел Близзард у нас. Вырезает этого товарища. Который Близзард кастует. Но он, кажется, андет, поэтому на него Койл действует. Так. Через узкий проход пытается очень... Так, минус тот, который товарищ Близзард делает. Но очень мало жизни. У Блэдмастера его бьют. И он умирает. Господи, как же быстро. Леча придает телепорт. Но он не успевает телепортироваться. Нет больше телепорта. Нет больше телепорта. И тут просто все зависит от... Да, ну вроде как все нормально. У Андеда Таурен делает стомп. Все в стуне. Но без главного. Это героя сражаться сложно. С другой стороны, у Андеда нет телепорта. Застревает. Застревает тут. Таурен. Его бьют. Мало жизни. Мало. Но с другой стороны, немного войск и у Андеда. Потому что Кадои подошли. Подшумок съели. Судя по всему, что Кадои светятся. Видите, там Кадои есть такой. В нем есть паук. Вот. Начинает преследование. Убивает там Гранта, Кайлом. Атакует Кадои. Тот съедает паука. Между делом. Проглатывает, можно сказать. Так, нужно освобождать. Еще один Койл. Минус Кадои. Паука спасли вроде как. Нужно только его, да. Закапывают. В сеточку кидают паука. Ну, что же делать дальше? Ай-яй-яй. И снова. Смотрите, как Лича он застроил. Сейчас ты пожалеешь о том, что снова магазин там построил. Друг. Корейский Андед. Опасно, опасно. Очень нервы на пределе. Посмотрите, как бешено кликает кореец. Лич практически вышел. Но он уже понимает, что Лич сейчас выйдет криво. И выйти ему некуда. Вправо он не пройдет между Закуратом. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, продавай вторую лавку. Нет, чтобы построить ее в нужном было месте. Эх, жалко, жалко. Ну, нервы. Ребята играют на лане. У них все серьезно. Их можно простить и понять. Вот, но вы так не делаете. Вот, будете на ПГЛ, и вас пригласят. Как одного из самых сильнейших игроков в мире. Не делайте так. Не стройте лавку. В неправильном месте. И снова он в третий раз заказывает эту лавку. Но откуда у тебя такая уверенность, что ты герой? Не потеряешь снова, и тебе не придется снова пользоваться алтарем. Ой-ёй-ёй-ёй. Опасно. Очень опасно. Андет пользуясь тем, что ему вроде как нужно там собраться силами. Подкопить лимит 50. И лича еще можно докрепить до третьего левела. Первый дестройер еще появляется. Там, ну, это как бы не первый в игре, но первый сейчас в этой армии. Первые два дестройера там умерли. У противника уже Тайр-3. Берсеркеры. Таурена, Койл, Нова. Садится на хвост Андетт. Уже начинает там стрелять. Атакует Кодо. Кодо, кстати, Кодо. Новый нужно в Кодо кидать, честно. Ой-ёй-ёй-ёй. Ситуация, конечно, аховая. Двух гулей кинули на экспант, чтобы они там просто грызли-грызли рабов. Подрывали экономику. И провоцировали Орка выйти с базы, чтобы он растянулся и напасть с фланга. Но тут как тут. Блэйдмастер, да. Это самая черепашка Нинзи, которая все планы Андетты по выманиванию, по провокации сбила планы всем. Так, еще один дестройер. Мана у дестройеров. Все, сейчас будет битва. Готовы? Я нет. Снова Гулей возвращает. Дестройеров ловят сетку. Одного, второго, третьего нужно сражаться. Понеслась Койл, Нова, Берсеркера, выходит из Инвиза. Блэйдмастер нападает на Паука. Паук закапывается там. Минус. Атаку делает Питлорд. Сплэшем атакует. Фокус по Берсеркерам в первую очередь. Минус один, минус два. Минус Койл кидается в дестройера. Пауков едят Кодой. Господи, что происходит? У Лича, у Лича проблему. У Лича проблему их Койл в Лича. Минус Кодой. Сложно сказать, кто разруливает. Идет взаимовыгодный или взаимоневыгодный обмен. Кому как. Падают юниты одного, второго, но вроде как разменялись они на равных. То есть... А, нет, не на равных. Начинают убивать героя Андеда. Он отстреливается. Отходит. БМ где-то в Инвизе. Начинает стрелять. О боже, телепортируйся! Телепорт! Делает Андед. В это время Гули съели всех рабов. Очень много... Мало жизни осталось у Таурена. Тут паучки закопанные. Ой-ой-ой-ой. Напряженная. Напряженная игра. Так, ну Андед снова сейчас соберется силами, типа закупится. Сколько тебе лимита? 63, что ли? 43, наверное. 43. По цифрам похоже, как бы, типа больше 50. На самом деле здесь до 50. Когда 43, это очень похоже на правду. Тележка, три героя, три паука. Да, один там, двое закопанных. Опа! Спалили! Пауки в тропях убегают. Тут работает тележка, восполняет жизни. И вообще должны и маны восполнять. Покупает телепорт Андедовский герой снова. Передает своему главному. В принципе, орка не такой уж и большой перевес по войскам. А любой размен, он выгоден в данном случае Андеду. Ну, то есть не любой размен, конечно, а равноцельный, равновесный размен. Какой большой дракон! Ты вообще знал, на кого наехал? Серьезный очень монстр здесь, очень серьезный. Посмотрите, вот этот вот дракончик, у него там 2000 жизни точно. Сплэш дамаг, серьезный урон. Так, ну, начинают его атаковать. Передать бы арбу, кстати. А, наверное, уже передал арбу. И дракончик падает. Что из него падает? Книга. Неужели Book of Dead? Неужели такой плохой девайс из такого... Да, похоже на Book of Dead. Плохой девайс. Он, даже учитывая то, что здесь нет спиртволкеров, он сильно не зарешает. Потому что на данном этапе, когда столь сильные юниты и столь серьезные герои, Book of Dead, это так. Это экспа. Выманивает нейтральных монстров. Орк рядом. Диспл снимает... Так, ну здесь БМ, точно БМ где-то рядышком. Так, 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 перегруппирует Сандед. Ах, орк там добивает тех монстров, которые... Дара-дара-дара-дара. Вот это самый главный. Самый главный большой бамбрик. На него начинает охотиться орк. В это время Андед нападает. Койл, нова, минус... Минус дамаг. Book of Dead вызывает Андед. Начинает фокусировать огонь. Там минус райдер, минус... Минус дестройер, кажется, будет, если Койла не будет. Да, минус дестройер. Сложно разобраться. Бешеный клик. Кадоев начинает атаковать. Просто у Кадоя... Кадоя только что съел, и у него... Мало, не так много жизней. И Лича атакует. Лича в последних китах спасает ДК своим Кайлом. Передает телепорт Личу. Зная, что его могут... Левела получает и Лич, и ДК. Это значит 5-4. Это уже очень хороший герой. Начинает атаковать уже ДК. Он делает телепорт. Попутно убивает Кадоя Лич. На последних секундах еще им падает Грант. Очень даже неплохо разменялся Люцифер. Очень даже неплохо. У него также лимит 43 данным. Потерял пару юнитов. У него был лимит 50. Но, как мы уже сказали, любой размен равноценный. Он выгоден Андеду, потому что его герои прогрессируют. И чем сильнее Андедовские герои, ну это основа армии нежити по такой стратегии. Да и вообще они как бы хороши в связке, потому что ДК всех лечит Кайлом. Лич это массовое поражающее заклинание. Плюс еще сочетание Койл-Нова может вывести из строя неаккуратно раненого героя. Неаккуратного и подраненого героя. Ну и Криплор тоже Андедовский герой. Хоть и нейтральный, он берется в таверны, но он также хорошо лечится Кайлом. Неплохой воин. И снижает еще урон у врагов. Я не знаю, чем закончится эта игра. Игра очень интересная. Она уже идет на вскидку минут 20-20. Сколько в шахте осталось? А, ну я не знаю, сколько здесь по дефалту. Там 12.5 или 15, зависит от карты. Ну кажется минут, наверное, 15-20 уже прошло. Андед собирает все свои манатки. У него 50 лимита, прокаченные герои. Вот этой армии можно воевать, можно воевать долго. Он что взял? А, он еще череп проклятый взял. Ну все, это атака. Последний бой, он трудный самый. Отправляет скелетиков. Заходит в магазин. Покупает цветок лечения. Передает лечу. Еще бы ну был тебе купить, друг. Шахта заканчивается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Плохие новости. Все, вот сейчас либо победа, либо поражение. Причем у того, у другого. Как бы все решит одна битва. Сейчас главное очень внимательно все сделать. Забегает Андед. Занять позицию. Это первое, что нужно сделать перед битвой. Выгодную позицию. Он забегает. Ну вот не боишься, что сверху на тебя... Сзади сетка, сетка. Вижу сетку. Ты же... Он же тоже видит. Это ж мы от его лица смотрим. Да, начинают бить паука. Сетка. Проклятый череп кидает. Убивает логово. Которое там все время стреляет. Да. Ну и, собственно, контролим. Лича начинают бить. Стан. Дестройера ловит. Начинают убивать Лича. Крит. Крит. Очень-очень сильно Лича бьют. Очень-очень сильно. Мало жизни. Стан на героя. Где? Как живет вообще Лич? У него мало жизней. Полные жизни у Лича. Благодаря третьему Кайлу. Стан делает Таурену. Таурену мало жизни. Сейчас его будут нюкать. Скорее всего. У ДК тоже мало жизни. Койл. Ново. И Стан делает Таурену. В последних хитах умирает. Но и падает главный герой Андеда. Берсеркеры расстреливают всех оставшихся дестройеров. Контролит. Сопротивляется Андед. Но Блэйдмайстер-то жив. И теперь уже некому лечить Лича. Отвешивает еще один крит. Полечу Блэйдмайстер. О боже. Передает все девайсы Питлорда. Это великолепный просто творческий подход. Знает, что герой умрет. Он передает все ценные девайсы третьим оставшимся героям. Которого тоже еле-еле убивает Блэйдмайстер. У него тоже оставалось очень мало жизней. Но это мега игра. Это GG. Сейчас мы, скорее всего, запишут реплей. Все кореецы записывают реплей. И смотрят их. Особенно поражение. В общем, мы будем... Не знаю, успеем ли мы прокомментировать третью игру или нет. Но... Надеюсь, вам понравилось так же, как и нам эта игра. Удачи и играйте, конечно же, в Warcraft.